Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Грань будущего. В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное. Он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает. Снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Супер-8. 2011 года. Летом 1979 года несколько друзей из маленького городка, снимающий любительский фильм на камеру Супер-8, стали свидетелями железнодорожной катастрофы. И вскоре они начинают подозревать, что это не было просто несчастным случаем. Странные исчезновения и необъяснимые события начинают происходить в городке, и местный шериф пытается разгадать их тайну. Что-то куда более ужасающее, чем все могли себе представить. Монстро. Прощальную вечеринку уезжающего в Японию роба прерывают громогласный рык. Нечто напало на Нью-Йорк, сея панику, разрушение и пожирая людей. Армия бессильна против гигантского монстра. Манхэттен объявлен закрытой зоной. Но где-то неподалеку от Центрального парка в беду попала девушка-роба. После завтра земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе. В одной части света все живое погибает от засухи, в другой разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы внуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период. Прибытие Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не осны. Вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Люди в черном Они самый большой секрет Земли. Они работают на неофициальное правительственное агентство, регулирующее деятельность инопланетян на Земле. Они – это лучшая, последняя и единственная линия защиты Земли от отброса Вселенной. Их работа секретна, их оружие совершенна, им нет равных. Они не оставляют следов. Они – это люди в черном. Монстры 2010 года Действие разворачивается спустя 6 лет после того, как спутник НАСА упал где-то в Центральной Америке, превратив пол Мексики в карантинную зону. Сюжет следует за американским журналистом, согласившимся сопровождать туриста через зараженную зону к безопасным границам США. Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес. Землю пытается захватить инопланетная цивилизация, истребляя все живое на своем пути. По всему миру начинается широкомасштабное сражение человечества за выживание. Отряду морских пехотинцев поручено во что бы то ни стало освободить осужденный город ангелов от таинственных и смертоносных тварей. Хроника 2012 года. Три школьника получают суперспособности после обнаружения ими упавшего метеорита. Скоро они попадут в водоворот событий, в котором откроются их темные стороны. Веном. Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном – симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Морской бой. Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем – контакт не просто возможен, он неизбежен. Схватка 2011 года. На Аляске потерпел крушение самолет, и оставшиеся в живых пассажиры оказались в плену безлюдной снежной пустыни, где только стая волков скрашивает пейзаж. Люди хотят выжить любой ценой, и теперь им предстоит смертельная схватка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Skyline. После вечеринки компания друзей просыпается от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей на улице затягивает столб света, и они поднимаются куда-то вверх. Вскоре после этого на планете начинается зачистка оставшихся людей. Выжившим предстоит бороться за жизнь с инопланетными тварями. Трон. Наследие. Сэм Флинн, технически одаренный 27-летний сын Кевина Флинна, начинает расследовать исчезновение своего отца, и оказывается втянутым в тот же мир жестоких программ и гладиаторских игр, в котором его отец жил на протяжении 20 лет. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok